Прошло немного времени и снова наскучилось Инбаду жить в своем прекрасном доме в городе мира. Кто хоть раз плавал по морю, кто привык засыпать под вой и свист ветра, тому не сидится на твердой земле. И вот однажды пришлось ему поехать по делам в Басру. Откуда он не раз начинал свои путешествия? Он опять увидел этот богатый, веселый город, где небо всегда такое синее, солнце светит так ярко. Увидел корабли с высокими мачтами и разноцветными парусами, услышал крики матросов, выгружавших из трюмов диковинные заморские товары. И ему до того захотелось путешествовать, что он немедля решил собираться в путь. Через 10 дней Инбад уже плыл по морю на большом крепком корабле, нагруженном товарами. С ним было еще несколько купцов. А вел корабль старый опытный капитан с большой командой матросов. Два дня и две ночи плыл корабль Инбада в открытом море. А на третий день, когда солнце стояло как раз над головами путников, вдали показался небольшой скалистый остров. Капитан приказал направиться к этому острову и, когда корабль приблизился к его берегам, все увидели, что посреди острова возвышается огромный купол. Белый, сверкающий, с острой верхушкой. Инбад в это время спал на палубе, в тени паруса. «Эй, капитан, останови корабль!» Закричали спутники Инбада. Капитан велел бросить якорь, и все купцы и матросы выскочили на берег. Когда корабль встал на якорь, толчок разбудил Инбада. И он вышел на середину палубы, чтобы посмотреть, почему остановился корабль. И вдруг он увидел, что все купцы и матросы стоят вокруг огромного белого купола и стараются пробить его ломом и крюками. «Не делайте это! Вы погибнете!» Крикнул Инбад. Он сразу понял, что этот купол – яйцо птицы Рух. Такое же, как то, которое он видел в первое путешествие. Если птица Рух прилетит и увидит, что его разбили, всем матросам и купцам не миновать смерти. Но товарищи Инбада не послушались его и стали еще сильнее бить по яйцу. Наконец скорлупа треснула. Из яйца полилась вода. Потом из него показался длинный клюв. За ним голова и лапы. В яйце был птенец. Если бы яйцо не разбили, он, наверное, скоро бы вылупился. Матросы схватили птенца, зажарили его и принялись есть. Только Инбад не притронулся к его мясу. Он бегал вокруг своих товарищей и кричал. «Кончайте скорее, а то прилетит Рух и убьет вас!» И вдруг в воздухе послышался громкий свист, оглушительное хлопание крыльев. Купцы посмотрели вверх и кинулись к кораблю. Прямо над их головами летела птица Рух. В когтях у нее извивались две огромные змеи. Увидев, что ее яйцо разбито, птица Рух так закричала, что люди попадали от страха на землю и уткнулись головами в песок. Птица выпустила свою добычу из когтей, покружила в воздухе и скрылась из виду. Купцы и матросы поднялись на ноги и побежали к морю. Они подняли якорь, распустили паруса и поплыли как можно быстрее, чтобы спастись от страшной птицы Рух. Чудовищной птицы не было видно, и путники начали было уже успокаиваться. Но вдруг опять послышалось хлопание крыльев, и вдали показалась птица Рух. Но уже не одна. С ней летела другая такая же птица, еще больше, страшнее первой. Это был Рух самец. Каждая птица несла в когтях огромный камень, целую скалу. Товарищи Синбада забегали по палубе, не зная, куда укрыться от разъяренных птиц. Некоторые легли на палубу, другие спрятались за мачты, а капитан неподвижно застыл на месте, подняв руки к небу. Он до того испугался, что не мог шевелиться. Вдруг раздался страшный удар. Точно выстрел из самой большой пушки. И по морю заходили волны. Эта одна из птиц бросила камень, но промахнулась. Увидя это, второй Рух громко закричал и над самым кораблем выпустил из когтей свой камень. Камень упал на корму. Корабль жалобно затрещал, накренился, снова выпрямился под брошенной волной и стал тонуть. Волны залили палубу и унесли всех купцов и матросов. Спасся один Синбад. Он ухватился рукой за корабельную доску и, когда волны улеглись, взобрался на нее. Два дня и три ночи носился Синбад по морю. И, наконец, на третий день волны прибили его к неведомой земле. Синбад выбрался на берег и огляделся. Ему показалось, что он не на острове, среди моря, а дома в Багдаде, в своем чудесном саду. Ноги его ступали по мягкой зеленой траве, усеянной пестрыми цветами. Ветки деревьев гнулись от тяжести плодов. Круглые сверкающие апельсины, душистые лимоны, гранаты, груши, яблоки, как будто сами просились в рот. Маленькие пестрые птицы с громким щебетанием кружились в воздухе. Подле быстрых блестящих, как серебро ручьев, прыгали и играли газели. Они не испугались Синбада, потому что никогда не видели людей и не знали, что их нужно бояться. Синбад так устал, что еле стоял на ногах. Он напился воды из ручья, лег под дерево и сорвал с ветки большое яблоко. Но не успел даже откусить от него ни кусочка, а так и заснул, держа яблоко в руке. Когда он проснулся, солнце опять стояло высоко, и птицы также весело щебетали на деревьях. Синбад проспал весь день и всю ночь. Только теперь он почувствовал, как ему хочется есть, и с жадностью набросился на плоды. Подкрепившись немного, он поднялся и пошел по берегу. Ему хотелось осмотреть эту чудесную землю, и он надеялся встретить людей, которые приведут его в какой-нибудь город. Долго гулял Синбад по берегу, но не увидел ни одного человека. Наконец он решил немного отдохнуть и свернул в небольшой песок, лесок, где было прохладнее. И вдруг он видит, под деревом у ручья сидит маленький человек с длинной волнисто-седой бородой, одетый в рубаху из листьев и подпоясанной травой. Этот старичок сидел у самой воды, поджав ноги, и жалобно смотрел на Синбада. «Мерь тебя, старик!» – сказал Синбад. «Кто ты и что это за остров? Почему ты сидишь один у этого ручья?» Старик не ответил Синбаду ни одного слова, но показал ему знаками. «Перенеси меня через ручей!» Синбад подумал, если я перенесу его через ручей, мне не будет от этого ничего плохого, а сделать доброе дело никогда не мешает. Может быть, старик мне покажет, как найти на острове людей, которые помогут мне добраться до Багдада. И он подошел к старику, посадил его себе на плечи и перенес через ручей. На другом берегу Синбад опустился на колени и сказал старику. «Слезай, мы уже пришли!» Но старик только крепче усыпился за него и обхватил ногами его шею. «Долго ты еще будешь сидеть у меня на плечах?» «Скверный старик!» – закричал Синбад и хотел сбросить старика на землю. И вдруг старик громко засмеялся и так жал ногами землю шею Синбада, что тот чуть не задохнулся. «Горе мне!» – воскликнул Синбад. «Я убежал от людоеда, перехитрил змея и заставил Руха нести себя, а теперь мне самому придется носить этого скверного старика. Пусть только он заснет. Я сейчас же утоплю его в море». А до вечера – недолго ждать. Но наступил вечер, а старик и не думал слезать с шеи Синбада. Он так и заснул у него на плечах и только немного рожал ноги. А когда Синбад попробовал тихонько спихнуть его со своей спины, старик заворчал во сне и больно ударил Синбада пятками. Ноги были у него тонкие и длинные, как плети. И превратился несчастный Синбад в ющного верблюда. Целыми днями приходилось ему бегать со стариком на спине от одного дерева к другому и от ручья к ручью. Если он шел тише, старик жестоко бил его пятками по бокам и сжимал ему коленями шею. Так прошло много времени, месяц или больше. И вот однажды в полдень, когда солнце особо сильно пекло, старик крепко заснул на плечах Синбада, и Синбад решил отдохнуть где-нибудь под деревом. Он стал искать тенистое место и вышел на полянку, на которой росло много больших тыков. Некоторые из них были сухие. Синбад очень обрадовался, когда увидел тыквы. «Они мне, наверное, пригодятся», – подумал он. «Может быть, они даже помогут мне сбросить себя этого жестокого старика». Он сейчас же выбрал несколько тыкв побольше и выдолбил их острой палочкой. Потом он набрал самого спелого винограда, наполнил им тыквы и плотно закупорил их листьями. Он выставил тыквы на солнце и ушел с полянки, таща на себе старика. Три дня не возвращался он на полянку. На четвертый день Синбад снова пришел к своим тыквам. Старик, как и в тот раз, спал у него на плечах и вынул пробки, которыми заткнул тыквы. В нос ему ударил крепкий запах. Виноград стал бродить, и его ствок превратился в вино. Этого только и нужно было Синбаду. Он осторожно вынул виноград и выжил из него ствок прямо в тыквы, а потом снова закупорил их и поставил в тень. Теперь надо было подождать, когда проснется старик. Никогда Синбаду так не хотелось, чтобы он проснулся поскорее. Наконец старик начал ерзать на плечах Синбада и ударил его ногой. Тогда Синбад взял самую большую тыкву, откупорил ее и отпил немного. Вино было крепкое, сладкое. Синбад прищелкнул языком от удовольствия и начал плясать на одном месте, стряхивая старика. А старик увидел, что Синбад напился чего-то вкусного, и ему тоже захотелось попробовать. «Дай и мне!» Знаками показал он Синбаду. Синбад подал ему тыкву, и старик одним духом выпил из нее весь сок. Он никогда раньше не пробовал вина. И оно ему очень понравилось. Скоро он начал петь, смеяться, захлопал в ладоши и застучал кулаком по шее Синбада. Но вот старик стал петь все тише и тише, и, наконец, крепко заснул, свесив голову на грудь. Его ноги постепенно рожались, и Синбад легко сбросил его со своей спины. До чего приятно показалось Синбаду расправить, наконец, плечи, выпрямиться. Синбад ушел от старика и целый день бродил по острову. Он прожил на острове еще много дней, и все ходил вдоль берега моря, высматривая, не покажется ли где-нибудь парус. И, наконец, он увидел вдали большой корабль, который приближался к острову. Синбад закричал от радости и принялся бегать взад и вперед и махать руками. А когда корабль подошел ближе, Синбад бросился к воде и поплыл ему навстречу. Капитан корабля заметил Синбада и велел остановить свое Сунда. Синбад, как кошка, скарабкался на борт и сначала не мог сказать ни одного слова, только обнимал капитана, матросов и плакал от радости. Матросы громко говорили между собой, но Синбад не понимал их. Среди них не было ни одного араба, и никто из них не говорил по-арабски. Они накормили, одели Синбада и дали ему место в своей каюте. И Синбад ехал с ними много дней и ночей, пока корабль не пристал к какому-то городу. Это был большой город с высокими белыми домами, широкими улицами, со всех сторон его окружали крутые горы, поросшие густым лесом. Синбад вышел на берег и пошел бродить по городу. Улицы и площади были полны народу, все люди, которые попадали Синбаду навстречу, были чернокожими, с белыми зубами, красными губами. На Большой площади был главный городской рынок. Там стояло много лавок, в которых торговали, расхваливая свои товары. Купцы из всех стран, перцы, индейцы, франки, турки, китайцы. Синбад стоял посреди рынка и смотрел по сторонам. И вдруг мимо него прошел человек в халате с большим белым тюрбаном на голове и остановился у лавки медника. Синбад внимательно смотрелся в него и сказал себе «У этого человека совсем такой же халат, как у моего приятеля Хаджи Мухаммеда с Красной улицы и тюрбан у него свернут по-нашему. Пойду к нему и спрошу, не из Багдада ли он?» А человек в тюрбане тем временем выбрал большой блестящий таз и кувшин с длинным узким горлышком, отдал за них меднику два золотых динара и пошел обратно. Когда он поравнялся с Синбадом, тот низко поклонился ему и сказал «Мир тебе, о почтенный купец! Скажи мне, откуда ты родом? Не из Багдада ли города мира?» «Привет тебе, земляк!» Радостно ответил купец «Потому, как ты говоришь, я сразу узнал, что ты багдадец. Уже десять лет я живу в этом городе и ни разу до сего дня не слышал арабских речей. Пойдем ко мне и поговорим о Багдаде, о его садах, площадях». Купец крепко обнял Синбада и прижал его к груди. Он повел Синбада к себе домой, напоил, накормил его и они до вечера проговорили о Багдаде, диковинах его. Синбаду было так приятно вспоминать родину, что он даже не спросил багдадца, как его зовут и как называется город, в котором он теперь находится. А когда стало темнеть, багдадец сказал Синбаду, «О, земляк, я хочу спасти тебе жизнь и сделать тебя богатым. Слушай же меня внимательно и делай все, что я тебе скажу. Знай, что этот город называется городом черных, и все жители его, Зинджи, они живут в своих домах только днем, а вечером садятся в лодки и выезжают в море. Как только наступает ночь, в город приходят из леса обезьяны и если встречают на улице людей, то убивают их, а утром обезьяны снова уходят и Зинджи возвращаются. Скоро станет совсем темно и обезьяны придут в город. Садись же со мной в лодку и поедем, иначе обезьяны тебя убьют». «Спасибо тебе, земляк», воскликнул Синбад. «Скажи мне, как твое имя, чтобы я знал, кто оказал мне милость? «Меня зовут Мансур Плосконосый», ответил багдадец. «Идем скорее, если ты не хочешь попасть в лапы обезьянам». Синбад и Мансур вышли из дома и пошли к морю. Все улицы были полны народу. Мужчины, женщины и дети бежали к пристани, торопясь, спотыкаясь и падая. Придя в гавань, Мансур отвязал свою лодку и скочил в нее вместе с Синбадом. Они отъехали немного от берега, и Мансур сказал, «Сейчас в город войдут обезьяны. Смотри». И вдруг горы, окружавшие город черных, покрылись движущимися огоньками. Огоньки катились сверху вниз и становились все больше и больше. Наконец, они совсем приблизились к городу, и на большой площади появились обезьяны, которые несли в передних лапах факелы, освещая путь. Обезьяны рассыпались по рынку, сели в лавках и начали торговать. Одни продавали, другие покупали. В харчевнях обезьяны повара жарили баранов, варили рис, пекли хлеб. Покупатели, тоже обезьяны, примеряли одежду, выбирали посуду, материю, ссорились, дрались между собою. Так продолжалось до рассвета. Когда небо на востоке стало светлеть, обезьяны построились в ряды и ушли из города, а жители вернулись в свои дома. Мансур Плосконосый привел Синбада к себе домой и сказал ему, «Я уже долго живу в городе Черных», и стосковался по родине, «Скоро мы с тобой отправимся в Багдад, но сначала тебе нужно нажить побольше денег, чтобы не стыдно было вернуться домой. Слушай же, что я тебе скажу, горы вокруг города Черных покрыты лесом, в этом лесу много пальм с прекрасными кокосовыми орехами. Зинь же очень любят эти орехи и готовы отдать за каждое из них много золота и драгоценных камней. Но пальмы в лесу такие высокие, что ни один человек не может достать орехи, и никто не знает способа, как их раздобыть. А я научу тебя, завтра мы пойдем в лес, и ты вернешься оттуда богачом». На следующее утро, как только обезьяны вышли из города, Мансур вынес из кладовой два больших тяжелых мешка, взвалил один из них на плечи, а другой велел нести Синбаду и сказал, «Ступай за мной и смотри, что я буду делать. Делай то же самое, и у тебя будет больше орехов, чем у кого-либо из жителей этого города». Синбад с Мансуром пошли в лес и шли очень долго, час или два. Наконец, они остановились перед большой пальмовой рощей. Здесь было множество обезьян. Увидев людей, они вскарабкались на верхушке деревьев, свирепо оскалили зубы и громко заворчали. Синбад сначала испугался и хотел бежать, но Мансур остановил его и сказал, «Развяжи твой мешок и посмотри, что там есть». Синбад развязал мешок и увидел, что он полон круглых, гладких камешков. Галышей. Мансур тоже развязал свой мешок, вынул из него горсть камешков и бросил ими в обезьян. Обезьяны закричали еще громче, принялись прыгать с одной пальмы на другую, стараясь укрыться от камней. Но куда бы они ни бегали, камни Мансура везде доставали их. Тогда обезьяны стали срывать с пальм орехи и бросать их в Синбада и Мансура. Мансур с Синбадом бегали между пальмами, ложились, приседали, прятались за стволами и только один или два ореха, брошенных обезьянами, попали в цель. Скоро вся земля вокруг них покрылась большими отборными орехами. Когда в мешках не осталось больше камней, Мансур и Синбад наполнили их орехами и вернулись в город. Они продали орехи на рынке и получили за них столько золота, драгоценностей, что едва принесли их домой. На следующий день они опять пошли в лес и снова набрали столько же орехов. Так они ходили в лес 10 дней. Наконец, когда все кладовые в доме Мансура были полны и золота некуда было класть, Мансур сказал Синбаду, теперь мы можем нанять корабль и отправляться в Багдад. Они пошли к морю, выбрали самый большой корабль, наполнили его трюм золотом и драгоценностями и поплыли. На этот раз ветер был попутный, никакая беда не задержала их. Они прибыли в Басру, наняли караван верблюдов, навьючили их драгоценностями и отправились в Багдад. Жена и родные радостно встретили Синбада. Синбад раздал друзьям, приятелям много золота, драгоценных камней и спокойно зажил в своем доме. Снова, как прежде, стали приходить к нему купцы и слушать рассказы о том, что он видел и испытал во время путешествия. Так закончилось пятое путешествие Синбада.